здравствуйте друзья у нас сегодня тема интересная о цирке и о политике и как вот цирк с политикой вместе соединяются в обществе в котором люди любят цирк а чё кто не любит цирк господи сейчас вот последние несколько дней буквально идет очень как сказать бурное такое обсуждение вообще даже не обсуждение бурление вот бурление что будет с этой самой дакой с приведенными в сша несовершеннолетними в основном латинос они с родителями пришли есть еще другой термин термин anaccompanied minors да то есть такие несовершеннолетние которые без сопровождения пришли в страну сейчас тоже с ними проблема это отдельная история совсем но эти о которых речь идет они с родителями пришли и вот там копья ломают спекулируют группы создаются между сенаторами между членами палаты представителей какие-то из разных партий и они чего-то такое пытаются вместе с констролить есть люди как бы компромиссом склонны а есть сторонники яростные вот этого или этого или не не пущать ну в общем вот по-разному вы понимаете что спектр очень широк и 8 бурление бурление идет решение нет сегодня у нас что там 9 января 19 наступает крайний срок когда правительство остается частично без денег то есть она придется кому-то не платить какие-то что-то закрывать там и так далее то есть вот здесь 10 дней все надеются до этого не дойдет никто не хочет чтобы это до этого дошло это правда никто вообще не хочет чтобы до этого дошло поэтому в качестве аргументов смысле там да для давления да вот а вы этого хотите пожалуйста вы это получите это как аргумент давление да а как конкретно никто не хочет чтобы вот такое произошло ни слева ни справа нигде и в крайнем случае они конечно могут еще раз отложить принятие бюджета на какое-то время уже с сентября откладываю до всяких сентября октябрь ноябрь декабрь вот уже январь 4 месяца откладывают они могут еще отложить но это действует плохо на республиканскую позицию по партии позицию республиканской партии в предстоящих выборах потому что все таки значит надо надо сосредоточиться им на каких-то вещах и они могут какие-то очки поднабрать а так получается что если они все время занимаются вот этим и снова вот этим и опять вот этим то получается как бы не набираются очки а как бы даже и теряются в общем мало того у них есть вот сегодня допустим что-то на чем можно было бы размахивать флагом и и кричать что они чего-то добились не имеется ввиду вообще кричать но имеется ввиду ну хотя бы своим избирателям тем кто их избирал им можно сказать но вы видите мы же работаем для вас вот в этом реформу эту сделали обобрали вас козлов но неважно очень вы должны рады должны быть нам признательны вы же этого хотели и вот а тут отвлекается и тут отвлекается и там отвлекается значит но тут еще значит другой аспект меня заинтересовал сегодня такой длинную простыню с утра читал что происходит по этим вопросам в одном месте собрали очень много материалов и вот я читаю 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 и и человек пишет корреспондент пишет что он в палате представителей а это вот вот она как раз будет полностью переизбираться через там 10 месяцев почти в палате представителей многие республиканцы не не из оголтелых оголтелых вообще не безумно много на самом деле умеренных гораздо больше так вот умеренно они компромиссом склонны они и не не ставят вопросы ребром так вот или там все или ничего нет более спокойно и вот хотите дождик покажу давайте покажу наш дождик я здесь можно высказать да у нас дожди там вот это вот американский дождь друзья американский дождь и они начинают нервничать почему они начинают нервничать у них выборы скоро а тут у нас шоумен понимаете и шоумен не может оперировать как политик шоумен оперирует как шоумен ему нужно шоу каждый день значит если нет ничего такого вот где можно выйти и покрасоваться он тогда например идет скаю самый в твиттер да и в твиттере бывает за день там по нескольку там а то и по полтора десятка всяких твитов и дальше вся пресса обсуждает все-таки президент он же не просто там плюс он же какие-то вещи экстравагантные делают экстравагантные интереснее обсуждать чем какую-то рутину понимаете а политика это бизнес-рутины в общем-то и куда они со своей рутиной против такого шоу понимаете кнопка у него ядерная там больше чем корейская брать или там еще интересно же может у него еще чего-то больше чем там у корейца вообще у корейцев мы не будем его значит до сшаут и вот это шоу выдергивает у них из-под из под Anna Anya блок возможность но вы в их как бы понимание того как это делается выдергивает у них из-под над возможность проводить избирательную кампанию возможность сосредоточить внимание аудитории своей аудитории на достижениях, которые у них есть. Вот, допустим, их аудитория могла бы гордиться и раздоваться, и праздновать принятие налоговой реформы. Ну, хорошо. Но вместо того, чтобы внимание аудитории было на победах и свершениях, вместо этого внимание аудитории сейчас идет на том, что взять там, значит, 800 тысяч молодых людей, которые не знают никакой другой страны, которые здесь живут, учатся, работают и так далее, и вышвырнуть их отсюда пинком под зам. И надо сказать, что это, во-первых, не поддерживается даже республиканским избирателям, во-вторых, это вообще негуманно, это на самом деле свинство редкостное, вот. И никто этого не хочет, но, вы знаете, вот, а если до депортации дойдет? Вот представьте себе, вот сейчас что-то такое, да, и пошли депортации, и будут каждый день показывать, как хватает молодых людей, значит, как их высылают из страны, как они, значит, там, понимаете, ну, кому уже будет до достижений там в области снижения налогового времени для тех, кто сильно богатый, конечно, уже трудно. И вот, что я хочу сказать, что цирк и политика, вот я просто такую фишечку, цирк и политика вещи трудносовместимы, потому что получается, что один, который вот этот цирк ведет, ну, скажем, клоун, вот выходит клоуны, и все смотрят, взрослые любят клоунов, дети любят клоунов, там гимнастов, может быть, не все любят, или там шпагоглотатель, может быть, там, кто-то глаза закрывает от ужаса, или там факир какой-нибудь выходит, а тут клоуны, и вот клоун забирает на себя все внимание. А представьте себе, друзья, представьте себе, что выходят акробаты, выходят наездники, выходят факиры, выходят, ну, по одному они выходят, и вот он только вышел, а в это время клоун, и клоун ходит там, один пытается там на лошади проскакать, или там фокус показать, или там, я не знаю, что там люди в цирке делают, там, змею проглотить, а этот клоун, и вокруг клоун бегает, и все внимание на клоуна, и вот они нервничают, вот такая вот интересная зарисовочка, да, ну, давайте, дождь посмотрели теперь, давайте, мне неудобно от вас так отвлекаться на дождь, ну, вы просто солнышко видели здесь, а дождь еще нет, поэтому я думаю, покажем и дождь тоже, пасмурно сегодня в Америке. Такая вот, такая вот интересная штука, в общем, мы ждем, единственное, что сегодня было сказано определенно, вот сегодня с утра, а, я же не сказал, сегодня президент Трамп встречается с демократами, республиканцами в Конгрессе, там какая-то существенная, так сказать, по размеру группа собирается, людей, которые, во-первых, начальники, во-вторых, заинтересованные тоже, исходя из того, что группа большая, пишут, что, скорее всего, что ничего там решено не будет, слишком много мнений, то есть это в таком формате решений прорывных быть не может. Так, они сядут, выскажутся, скажут то, что они давно и так хотели, в общем, сказать, и все и так об этом знают, и, в общем, ничего такого не произойдет, но многие надеются, думают, может, они сейчас ничего-то договорятся, там, и так далее. Поэтому вот они сегодня собираются, и это как бы главная новость иммиграционных таких потоков, новостей, связанных с иммиграцией. Вот, они сегодня собираются, и, наверное, уже вот мы с вами тут сейчас, я вам рассказываю, они там сидят уже в Вашингтоне, там, полвторого дня. Вот, может, они уже и закончили говорить, я даже не знаю. И вот под эту новость о том, что они встречаются, и что, скорее всего, они ни о чем таком не договорятся, и что осталось не так много времени, и что никто не хочет, чтобы правительство осталось без денег, и, с другой стороны, никто не хочет, чтобы все это затягивалось, потому что чем больше это затягивается, тем меньше возможностей у республиканских конгрессменов проводить нормальную, так сказать, успешную избирательную кампанию. То есть, скажем, забрать у них, забрать у них возможность привлекать внимание своего контингента избирателей к тому, что они хотели бы привлечь внимание. Вот это сейчас происходит, и они нервничают, и беспокоятся, и, в общем, вот такая картинка сейчас происходит. Вот я обратил внимание на эту новостишку из многих-многих, там такой поток, а не о чем. Вот поток, поток, и главная новость, главная новость вот этой встречи и этого дня сегодня, когда вот они собираются, главная новость такая, что новостей пока нет. Вот такая новость, я уже вместо того, чтобы сказать, ребята, вы знаете, обалденная новость, нет новостей, там они беседуют, но ничего не понятно, я думаю, расскажу-ка я вам вот про это. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин